Друзья, всем напоминаю, что жду сегодня от вас сообщений, начиная со строчки «Не пойду за иностранца». И вот что написала нам наша зрительница Екатерина. «Не пойду за иностранца ни за Пьера, ни за Ганса, буду Ванечку любить, патриотиков растить». Екатерина, большой вам удачи, вы огромная молодец. Ну а у нас в гостях как раз-таки иностранец. За женихами большинство девушек едут в европейские страны, такие как Германия, Италия. А вот мужчины, наоборот, ищут невест в России. Наш сегодняшний гость не исключение. Успешные модели, признанные секс-символ Чехии Радемир Пешик у нас в гостях, и его друзья Нином Чедлидзе и Алекс Верник. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро всем. Спасибо, что приехали к нам с утра пораньше. Давайте начнем, наверное, пытать нашего главного героя, главного персонажа. Сразу Радемир, знаем мы, является постоянным участником недели высокой моды в Европе. Ну, значит, вокруг него много красивых женщин. Почему приехали за этими самыми женщинами в России? Неужели в Европе не нашлось ни одной? Доброе утро. 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 которые его окружают, это модели люди шоу-бизнеса, они как бы, он смотрит на них как на коллег по работе. И поэтому просто не хватает времени на какие-то личные отношения, на какие-то личные встречи. И на одной из акций он встретил Нино, которая является его уже много лет подругой. И пообщавшись, выяснилось, что прабабушка Радека происходила из России. И вот появилась такая идея, что человека, который ближе всего будет подходить к Радеку, должен находиться именно в России. Вот поэтому он подключился к этой, в хорошем смысле, авантюре и приехал сюда, чтобы найти человека, который бы по корням и по взглядам его на жизнь подходил бы ему, с которым он мог построить какие-то свои отношения. Пап, но стоит рассказать нашим телезрителям, что авантюра, про которую говорят наши гости, это телевизионное шоу, которое готовится у нас в Екатеринбурге будет. И, в общем-то, главный герой как раз и будет тем персонажем, за которого будут биться девчонки в нашей местной. Почему Свердловская область? Вот открыли все карты сразу. Мы не хотели сегодня говорить о телевизионном шоу, но раз так получилось, будем говорить о телевизионном шоу. Подождите, вы проехались по разным регионам России, может быть, не знаю, были в Москве, во Владивостоке и приехали в Екатеринбург, и здесь больше всего понравилось. То есть почему именно здесь решили искать невесту? Почему мы сходили до Екатеринбурга? Почему Урал? Потому что я уже не помятую прямо свою прабабичку, но моя бабичка, она ее очень выправила, и выправила мне русские походки. А то было здесь, прямо из области Уралу, и выправила мне походку о кроловне, которая была там из Уралу, а делала ничего с камнями. А помню, если правишь, что бабичка мне очень делала пироги, а палачинки, а про то там, про то Урал. Так бабушка пекла пироги, вот это я поняла. Какие конкретно пироги пекла бабушка, расскажите. Он не помнит, естественно, что он не помнит свою прабабушку, но помнит из истории, которые рассказывала его бабушка, которая пекла пироги, да, и блины. Помнит, что рассказывали ему с детства русские сказки, и рассказывали одну из сказок про королеву, которая что-то делала с камнями. Я так думаю, что это хозяйка Медной горы, и поэтому как бы чувственно, на каком-то чувственном уровне, он понял, что корни его прабабушки с Урала, потому что как бы... Хозяйка Медной горы за углом. И поэтому свою королеву он решил искать здесь, на Урале, поэтому Екатеринбург, поэтому Урал. А ты говоришь, женщины в России некрасивые. У меня вопрос к Нино. Вы знакомы с Эрдемиром давно, и это же, насколько я понимаю, ваша идея таким образом искать невесту? Знаете, на самом деле... И сразу я расширю чуть-чуть вопрос. А как происходил процесс уговоров? Знаете, это было на самом деле не очень сложно, потому что давно всем известный факт, что в России самые красивые женщины. И когда Радек сказал, что у меня прабабушка была русской, действительно, я сказала, почему бы не поехать в Россию и не поискать там тебе жену. Потому что я его знаю давно, и хоть он и является таким известным, но под этой маской кроется, на самом деле, очень чуткий, добрый и чувствительный человек. Это правда. Поэтому мы решили, что действительно поедем в Россию и посмотрим. Это своего рода такой эксперимент, потому что мы сами не знаем, как будут развиваться события. И все события будут развиваться на глазах и зрителей, и на наших глазах. И на самом деле, как бы, я немножечко знаком уже с вашим регионом, с Екатеринбургом. Я очень люблю этот город, потому что уже 4 года подряд я приезжаю на свадебную выставку, на Юралсвейдинг-шоу, являюсь официальным стилистом этой выставки. И я знаю, что девушки на самом деле очень красивые, очень такие темпераментные, знают, чего они хотят. А Радеку с его работой, когда он с утра уезжает, идет на тренировки, он очень много времени уделяет как бы своей спортивной форме, нужна именно вот такая вот русская женщина, которая сможет держать его в руках, которая может контролировать его и работу, и какие-то его интересы по жизни. Ну, просто контролировать мужчину. Просто контролировать мужчину, да. Выяснить бы еще, понимаешь, с чем у нас купец, с каким приданным. Подожди, вот чуть попозже мы об этом поговорим. Прямо сейчас у нас рубрика новинки DVD, в ней мы узнаем все, что вышло на экранах, а после поговорим о том, какой же все-таки Радек ищет невесту. Ну что, всем еще раз доброе утро. Это программа Утро ТВ на областном телевидении. Напомню, что у нас сейчас в гостях узбешная модель, признанный секс-символ Чехии и будущий жених, человек в поисках невесты, Радемир Пешик и его друзья Нина Мчедлидзе и Алекс Верник. Еще раз вам доброе утро. Доброе утро. Все-таки я хочу вернуться к этому вопросу. А с чем у нас жених? С каким приданным? Есть ли где жить? Или жить будем у невесты? Есть ли как прикармливать ее? Не знаю, работа хорошая? Или много ли получает наш жених? Я такая немножко сваха сейчас, да? Пока Нина переводит, я, наверное, как продюсер Радека могу сказать вам, что невеста не должна беспокоиться об этом. Радек хорошо зарабатывает, Радек работает с хорошими брендами. Работать, я думаю, что ей придется как бы работать дома, потому что для Радека главные ценности в жизни это семейный очаг, уют. Он хочет приходить домой и знать, что его там кто-то ждет и любит. Вот это вот самая главная работа. Наверное, не только для чешского жениха, не только для какого-то заморского принца. Я думаю, что об этом мечтает каждый мужчина. Тогда давайте определяться, какую невесту конкретно ищите. Саша, подожди. Какая она должна быть? Давайте сначала определимся с физическими параметрами. Цвет глаз, цвет волос, длина этих волос. Блонд устраивает или не устраивает? Я встречал за свою карьеру, за свой живот много, много женщин. А я думаю, что на этой красе, чтобы его притягивал характер, потому что цвет глаз, цвет волос, это для него не столь важно. Главное, чтобы было какое-то внутреннее ощущение. Главное, чтобы душа была открытая, широкая, русская, правильно? А готовить должна уметь? Муси умеет вожить на свои планы, то я куслиру. Куслиру. Конечно, обязательно, обязательно. Можно не переводить. Я умею так и вожить, так что он умеет так и вожить. Он умеет тоже хорошо готовить, и поэтому как бы они могли бы устраивать какие-то соревнования, какие-то сюрпризы для друг для друга в готов. Какое блюдо разучивать невестам обязательно сейчас? Русский боч, я не знаю, сало какое-нибудь украинское, или плов армянский. Это не должно быть что-то сложное, какие-то изыски высокой кухни. Он любит мясо, рис и овощи. Плов! Плов! Все сошлось! Я уже почти готовая невеста, вы понимаете? Ну, раз мы заговорили о невесте, раз мы уже начали говорить о реалити-шоу, чем коренным образом будет отличаться реалити-шоу «Замужный иностранца» от подобных программ, как «Колостяк» или тому подобные проекты. Кастинг будет проводить непосредственно «Жених». В других программах кастинг проходит отдельно, и как бы «Жених» знакомится. Кастинг непосредственно будет проводить он, и он выберет восемь девушек, которые, как говорится, сядут ему на сердце. Первая часть программы будет записываться в Екатеринбурге. Эти восемь девушек должны будут пригласить Радомира на романтические свидания, в процессе которых мы постараемся, как ведущие этого шоу, указать девушкам, что разный менталитет, разные характеры, разные взгляды на жизнь русских девушек и иностранных мужчин, на самом деле это миф. Мы попытаемся этот миф развенчать, потому что если есть любовь, любви как бы не подвластны ни расстояния, ни политические события, ни национальности, потому что любовь – это что-то такое большое. Потом Радок выберет четырех, которых пригласит в теплые края, и уже будет удивлять там своих избранниц, будет готовить им какие-то романтические вечера. Я не знаю, что он придумает. Может быть, это будет вечер на необитаемом острове, или романтический ужин на яхте. То есть это все, это все возможно, это все Радок готов подарить своим избранницам. Две, которые выйдут в финал, поедут в Прагу, где Радок познакомит их со своей семьей, покажет им чудесные, прекраснейшие уголки Чешской республики, покажет им замки, покажет им часть своей работы, часть своей жизни. На этой торжественной ноте предлагаю остановиться, потому что девчонки уже наверняка записывают, я не знаю, там адреса телефона, явки, пароли. В первую очередь нужно записать имя и фамилию Радомир Пешек. Все, этого достаточно. Это будущий почетный юнис в Ивановской области. Как бы им примерять до кастинга фамилию к себе. Ну, а кроме него, а это секс-символ Чехии. На секундочку, у нас сегодня в гостях были Нино Мчедлидзе и Алекс Верник. Это его верные друзья, товарищи и соратники в поиске невесты. Спасибо вам огромное за то, что пришли к нам в гости. Спасибо большое. Радок, удачи вам в поиске невесты. Прямо сейчас в нашей программе короткая коммерческая пауза, а после мы возвращаемся в эту студию.